Из-за всей этой шумихой вокруг Бешимбаева и приговора этому жестокому убийце, вообще как-то на второй план отошла ситуация с паводками в стране. Да, они продолжаются, никто их не отменял. Некоторые вообще издания выдвигали версии, что дело Бешимбаева это такой политтехнологический ход, чтобы отвлечь народ от катастрофической ситуации, которая сложилась и на Западе, и на Севере. Ну, мы не будем вдаваться в конспирологию, тем более преувеличивать умственные способности политтехнологов. А вот ситуация с паводками, она реально катастрофическая, это факт. В реке же уровень воды продолжает расти. Наиболее напряженная ситуация сейчас сложилась в поселке Индербор. Здесь критическая отметка давно уже пройдена. Вода стоит на 2 метра выше допустимого предела. Пока что избежать масштабного затопления удается с помощью многокилометровой насыпной дамбы. Но сложная паводковая ситуация и в селе Мохамбет. Там критический уровень воды в реке превышен на 70 сантиметров. В дома вода еще не пришла, но затопила 7 километров трассы Атырау-Уральск. Сегодня стало известно, что верхняя отметка пройдена и в областном центре города Атырау. Правда, критический уровень превышен ненамного. Всего лишь на несколько сантиметров. И пока что насыпные дамбы справляются с напором воды. Да. Ну а жители Кульсары тем временем требуют от властей наконец определиться с реальными выплатами и компенсациями. Напомним, что Кульсары один из самых пострадавших населенных пунктов. Его во время паводков затопило практически полностью. Еще в начале мая владельцы подтопленных домов собирались на центральной площади. Требовали, чтобы за каждый квадратный метр пострадавшего жилья им выплатили по 400 тысяч тенге. Ну то есть за дом площадью в 50 квадратных метров пострадавшие рассчитывают получить 20 миллионов тенге. Причем хотят, чтобы компенсировали именно деньгами. Аким района Жумабек Каражанов обещал, что оценочная комиссия даст ответ 15 мая. Ну то есть сегодня. Ну и сегодня люди собрались у Акимата с требованием дать им ответ по выплатам. Но видимо остались недовольны. Сейчас мы все узнаем. Одна из жительниц Кульсары Райхан Суеова она нам и видео прислала. И будет рассказывать. Ну что происходит там. Но давайте прежде посмотрим видео. Кульсары Райхан Суеова. Кульсары Райхан Суеова. Кульсары Райхан Суеова. Да, ну вот такое вот. Да, и сейчас Райхан Суеова с нами на связи. Узнаем, ему не удалось ли в итоге поговорить с Акимом. Райхан, добрый вечер. Добрый вечер. Вышел ли к вам в итоге кто-то из Акимата? Что решили? Вышел, районный Аким вышел, встречался с нами, но по его словам он особо ничего не решает. Да, и чем все закончилось в итоге? Он сказал, я ничего не решаю, дальше что? Дальше как бы люди остались там в центре, в центральном улице, там стоять остались до того момента, когда им огласят суммы, которые они до этого обещали. 15 мая местные Акимат обещали нам... Понятно. Сейчас тоже стоят? Вот сейчас полдевятого? Да, люди еще не разошлись, они все еще стоят у Акимата. Ну, я на данный момент нахожусь в Тегизе, это эвакуационные пункты, я вчера буквально сюда попала, потому что мне уже некуда с четырьмя детьми идти. И утром, когда я ходила в Акимат, там было очень много народу, все были очень, ну, размотанные все, вымотанные... Напряженная ситуация. Напряженная ситуация, все были решительные, народ просил, чтобы все их требования были выполнены, чтобы учли все моменты, которые они просят. В основном шум был вокруг этого. Райхан, давайте вот сейчас попробуем все-таки сформулировать, в чем главная претензия к чиновникам? Там речь идет о том, что денег, возможно, меньше выплатят или вообще никакого ответа не дают. В чем главная претензия к властям? Главная претензия на данный момент у нас идет, чтобы деньги поступили на лицевые счета потерпевших от паводков владельцев вот этих домов, потому что нам в этом отказывают. И мы это требуем по ряду определенных причин. Почему? Именно на данный момент в городе все дома, которые, возможно, мы хотим выкупить на деньги, которые нам предоставит местный Акимат, уже подорожали вдвое, трое. К тому же на трех тысяч домов не запастись, нету таких домов в городе для выкупа. А нас еще к тому же заставляют, ограничивают, получается, чтобы в области, вокруг области было закупы вот этих домов, если есть такие желающие. А не за область, например, кто-то хочет в Акцюбинск, не в Атраут, потому что в Атраут вообще дорого. Даже деньги, которые нам выплатит Акимат, государство, нам не хватит, чтобы обеспечить свои первые дни и как бы уже купить дом нормальную, подобающую. Вот такие моменты есть. И вообще есть еще один момент, они утверждают, что будут перечислять организациям строительным, которые будут нам строить, или тем другим физическим лицам, которые будут нам продавать деньги. Вот эти все моменты, это просто недоверие к властям. То есть они вам на ваши счета не хотят давать деньги, они хотят по другой схеме. А вы требуете, чтобы деньги упали конкретно на ваши счета, людей, которые пострадали. Решения, где купить, на сколько купить. А государство только нужно, чтобы они возместили ущерб. Всего лишь возместили нам ущерб по давающему размере. А дальше, чтобы решения были за нами. Это потому что наше имущество, это мы сейчас на улице, и нам решать. Потому что в некоторых домах, например, у меня у себя дома, во дворе 35 деревьев, из них почти 28 плодовитые. И сейчас мои деревья в ужасном состоянии. Все болеют, болезненные. Вот цветочные деревья мелкие, они уже зачахли у меня. Обычный сорняк не растет. Райхан, вот прямо сейчас люди стоят. Как вы думаете, каковы будут дальнейшие действия? Ну вот они сейчас стоят. Сейчас уже ночь глубокая. Да, вообще, может быть, из Астаны кто-то приедет уже как-то договариваться. Какие шаги будут уже? Вот это тоже единственная причина. Мы хотим, чтобы на самом деле тот человек, который перед нами сейчас выходит, и говорит, что он особо ничего не решает, и повторяет одно и то же, что до этого повторял и 20 апреля, и 30 апреля, и 2-го, и сегодня 15-й одно и то же повторял. Мы хотим, чтобы все-таки вышел человек, который будет ответственен за свои слова. Потому что много вранья, много непонятных моментов. Кто-то на кого-то перекидывает, кто-то столько тянет. Непонятный сейчас такой вопрос стоит. Вот почему люди сейчас решительно стоят и не хотят никуда никуда уходить. Понятно. Райхан, еще один вопрос. А что у нас будет? Да, еще один вопрос. Давайте все-таки поговорим о деньгах. Нас смотрят во всех регионах Казахстана, и вот эта сумма, 400 тысяч тенге за квадратный метр, которую вы озвучили, ну, жители Кульсары, она многих как бы удивила. Ну, получается, там, 20-30 миллионов за дом. Жители других регионов говорят, ну, у нас дома стоят намного дешевле. Вот скажите, пожалуйста, о ценообразовании. Откуда вот эта цифра появилась? Эти люди должны понимать, что у нас один только зал для гостей, он уже 80 квадратных метров. Если так объяснить. Это как бы не слышалось для вас, как смешно, туда были вложены много сил. И как бы я опять чуть-чуть затерялась. Смотрите, как это объяснить. По закону, получается, вроде как нам обещали изначально, что будет каждый метр квадрат недвижимого имущества учитываться будет. А на самом деле, по закону, там именно жилая площадь или еще что-то. Много чего, которое люди не могут понять. Вот почему я говорю везде вранье, и из-за этого люди теряются, не могут понять. Если это будет именно жилая площадь, у них будет очень мизерная сумма, попадет в руки. Сегодня, когда уже мы частично, потому что мы там стояли и требовали, нам некоторые суммы огласили. Не огласили даже, мы сами узнали от лиц, которых они посещали, люди из Акимата, чтобы разъяснить цены, показать ущерба. Уже начали эти работы. До этого не начинали. Вот мы 15-го собрались все и потребовали. И после этого пошла работа. А до этого не было, хотя были обещания. И вот мы собрались, и когда мы увидели цены, там были очень, можно сказать, что даже, как бы мы ни пытались вычитать суммы квадрата, выходили там такие суммы непонятные. Это около... И плюс вы еще сказали, что уже... Да, извините, Райхат, прерыву вас. Важный момент. Вы уже сказали, что по Атараусской области уже выросли цены на недвижимость. Даже в сравнении с соседней Актюбинской. Уже выросли. И вообще любой этот строительный материал, пока доедет до нас. Это вдвое, втрое. Вы все это знаете. В принципе, нормальный, начитанный человек должен понимать это. И вообще в этом городе сейчас, если так вам объяснить, как бы обычные, первобытные вот эти предметы втрое дороже. Потому что они видят, когда продают нам товар, нас видят как нефтяников. А когда мы хотим что-то купить и просим у них деньги за этот ущерб, они нам мизерные платят. Ну то, что цены на Западе всегда намного выше, чем в других регионах, это понятно. Потому что далеко. За Западом как-то нас нельзя никак путать. Там вообще другие цены. И здесь выискутся, не каждый человек в Лоевском районе, это нефтяниковый, понимаете? Здесь есть учителя простые, электрики простые, которые на обычные деньги работают. Нету там таких зарплат. Не было. Хотя все статистики показывают, что здесь средняя там зарплата выше 300. Нет таких зарплат просто. Спасибо, Райхан. Спасибо, будем следить за вашей ситуацией. Райхан, благодарю вас. С нами была жительница города Кульсары, Райхан Суеева. Этот вопрос с компенсациями, строительством нового жилья мы обязательно будем отслеживать и обсуждать в наших новостных стримах. Ведь до этого эксперты уже не раз выражали опасения, что коррупционные риски в этой истории есть и надо это тщательно контролировать. Да, что ситуация сложная. Обязательно, да, Маржан, мы выйдем в ближайшее время и в Кульсары, и в Петропавловск, потому что сигналов много оттуда поступает. Ну и то, что многие эксперты прогнозировали, что будет много вопросов и много скандалов после того, как война уйдет, но люди будут возвращаться в свои подтопленные дома. Спасибо, Райхан. До свидания. Благодарю, Райхан. Будем надеяться, что ваши плодовые деревья все-таки вернутся к жизни. Ну и самое главное, даже не столько ваш сад, а в первую очередь, конечно, дом, ваш шанрак, чтобы вы нашли, смогли отремонтировать или нашли новый. Вы, наверное, на этом настаиваете, купить новый дом. Ну как там у вас будет. Самое главное, чтобы власти шли навстречу. До свидания. Благодарю вас. Всего доброго. И как раз следующая новость у нас касается коррупции. Да, касается коррупции. Северо-Казахстанской области ведется следствие в отношении зама Акима. Одного из районов его подозревают в получении взятки. По данным Антикора, чиновник взял у бизнесмена 10 миллионов тенге, а за это обещал подписать акт выполненных работ по текущему ремонту местной дороги. Ну и под следствием также оказался руководитель отдела этого же Акимата. Суд постановил арестовать обоих подозреваемых. Они сейчас под стражей. Но вообще, вероятно, все это должно продемонстрировать нам непримиримую борьбу с коррупцией в нашей стране. Только вот вообще на самом деле проблема в том, что коррупция в Казахстане пронизана все сверху донизу. И, к сожалению, очень многие даже простые граждане, да, Маржан, нужно признать, мечтают они оказаться на месте вот этого зама Акима, чтобы брать взятки в 10 миллионов. Вот эту вот психологию, когда мы сломаем, поменяем, тогда будет по-другому. Ну, такую систему выстроили за 30 лет, вот, как многие эксперты говорят, и Назарбаев, и все его окружение. Казахстанцы стали зарабатывать меньше. Бюро национальной статистики обнародовало данные по средней заработной плате в Казахстане. В первом квартале 2024 года она составила 382 279 тенге. За последние три месяца она уменьшилась почти на 3%. Аналитики также рассказали, в каких регионах получают самые высокие зарплаты. Это жители Атараусской и Мангистаусской областей. Средняя номинальная зарплата там составила около 600 тысяч тенге. В два раза меньше получают жители Шимкента и области ЖТСУ. Известно и люди, каких профессий зарабатывают больше остальных. Самые высокие оклады в банковском секторе и на горнодобывающих предприятиях. Самые низкие зарплаты у рыбаков менее 135 тысяч тенге. Это всего лишь на 50 тысяч больше минимально допустимой оплаты труда. А сейчас новость о тех, чьи доходы вообще сложно измерить. Да, сейчас мы об этом расскажем, но я все никак не успокоюсь. Меня эта цифра в 380 тысяч тенге средняя зарплата, она поражает. Вот вы, пожалуйста, напишите, вы видели такие средние зарплаты в 380 тысяч тенге? Верите, что в нашей стране средняя зарплата 380 тысяч тенге? Особенно после беседы с Райхан это вот вызывает... Что-то кажется, это среднее между какими-то... То, что на западе Казахстана это, ну вот, самые высокие зарплаты. Это вот, как ты сказала, это среднее, но между какими-то очень завышенными, где люди получают миллионы, и низкими зарплатами бюджетников. Ну, может быть, тогда 380 тысяч тенге средняя зарплата и получается. Напишите, что вы об этом думаете. Сейчас о другой недвижимости. Не о недвижимости в Кульсары, а о недвижимости в Дубае. Журналисты издания «Власть Кейзет» раскрыли информацию о казахстанцах, владеющих элитной недвижимостью в Эмиратах, о Объединенных Арабских Эмиратах. В этом списке, в списке владельцев счастливых этой недвижки вторая, неофициальная жена первого президента Нурсултана Назарбаева Асель Курманбаева, его возлюбленная. Также его племянник Айрат Садыбалдей с матерью и женами и детьми владеет недвижкой в ОАЭ, а также семья бывшего спикера Мажелиса Нурлана Нигматулина, а еще там сын экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева, ну и спортсмен-политик Серик Конакбаев тоже прикупил себе недвижимость в Эмиратах. Журналисты выяснили, что владеют всем этим люди, ну как бы, сейчас мы узнаем подробности, но владеют они дорогими квартирами, коттеджами и на как будто бы вполне законных основаниях данные о владельцах всплыли. Сейчас подробности узнаем. Суммарная стоимость недвижимости, согласно расследованию, превысила 250 миллионов долларов. Авторы не сообщают, сколько из упомянутых людей декларировали свои активы, а сколько нет. В некоторых случаях неизвестно, каково происхождение средств, на которые дубайская недвижимость была куплена. Деталями этого громкого расследования прямо сейчас с нами поделится редактор издания «Власть КИЗ», один из авторов материала Дмитрий Мазаренко. Он уже на связи. Дмитрий, добрый вечер. Слышите нас? Да, добрый вечер. Да, спасибо, что согласились дать нам интервью. Пожалуйста, Дмитрий, расскажите, что это за база такая данных с владельцами вот этой недвижимости в Дубае, как она попала к журналистам, ну и вообще, насколько достоверны это данные? Да, эти данные долгое время собирал центр C4ADS, это организация в Вашингтоне, которая занимается исследованием преступности и конфликтов. Вот на протяжении длительного времени они аккумулировали все вот эти данные, а затем поделились с норвежским агентством E24 и организацией OCCRP, которые затем вовлекли 70, более 70 средств массовой информации в 57 странах. то есть это большая глобальная работа и очень большой комплект данных. Мы некоторых из этого списка назвали выше. Асель Курманбаеву, родственники Нигматулина, Кайрат Сатыбалды, кто еще из известных казахстанцев владеет недвижимостью в Дубае. Да, именам там достаточно много. Например, там есть супруга экс-спикера Мужелиса Венера Баймурзаева, также есть например сын бывшего главы Верховного Суда Мираслами, есть к примеру дочь нынешнего внештатного советника президента Космодежа Марта Тукаева Долора Сапшимбаева, и на самом деле эти имена можно перечислять и перечислять. То есть там порядка 40-50 человек. Дмитрий, ну вы глубоко в теме, удалось узнать, каким конкретно имуществом владеют казахстанцы. Это что, квартиры какие-то элитные или виллы? И второй вопрос сразу, о каких суммах идет речь в среднем? Сколько стоит такая недвижка? Да, это все в совокупности. Там есть совершенно разные объекты недвижимости, и коммерческой, и виллы, и квартиры. Иногда это все смешно. То есть некоторые люди могут владеть 40 различными объектами недвижимости, или 50. И суммы совершенно разные. То есть, например, некоторые приобретали явно для инвестирования средств, и это были ходовые квартиры. То есть то, что можно быстро купить и быстро продать. Иногда стоимость таких квартир колеблется от 100 до 300 тысяч долларов. Иногда казахстанцы покупали этажи просто в строящихся домах. Иногда они вкладывали деньги в объекты на стадии котлована, и это дешевле было. И после возведения дома они уже гораздо больше маржой сбывали эту недвижимость. Но были и случаи, когда недвижимость приобретали для себя, и там цены начинаются от миллиона долларов и выше. То есть насколько позволят эти элитные районы в самих Дубае. Понятно. Дмитрий, еще один вопрос. Не секрет, что когда в Казахстане чиновники хотят вложиться в недвижимость, они оформляют не на себя стараются. А вот в этом случае вот эти обнаруженные виллы, квартиры, они были на кого оформлены? На какие-то подставные лица? Случаи разные. На самом деле были те, кто оформлял недвижимость на себя. Кто-то оформлял ее на своих детей, кто-то на жен, то есть на родственников и ближний круг. Кто-то наверняка регистрировал ее на подставных лиц, но мы о таких случаях не знаем. То есть почему мы можем, например, гарантировать достоверность наших данных, мы сделали профайлы только тех людей, о праве собственности которых мы знаем наверняка. К сожалению, вот эти случаи с подставными лицами доказать довольно сложно и не все возьмутся. Дмитрий, перед публикацией вы писали, что некоторым из этого списка вы направили запросы с просьбой прокомментировать эту ситуацию. Кто-нибудь ответил на ваши запросы? Да, было буквально несколько ответов и, в общем-то, самый яркий из них говорил о том, что мы, скорее всего, телефонные мошенники. Ну и спрашивал, что это за новый вид. Мошенничества. Новый вид развода. Да. Развода, да. Да, когда журналисты пытаются выяснить правду и озвучить какую-то общественно значимую информацию. Дмитрий, ну что сказать, спасибо за вашу работу, ну, за то, что вы тоже, мы, и Казахстан тоже стал частью вот такого глобального большого журналистского расследования. Это, по-моему, очень круто. Спасибо. Напомню, с нами на связи был редактор издания «Власть Кейз» Дмитрия Мазаренко. И самая главная новость, Осель Курманбаева, возлюбленная на султана Назарбаева, владеет, оказывается, недвижимостью в Дубае. Не сказать, что прям новость нас поразила в сердце, что-то такое мы предполагали, но теперь уже есть достоверные, подтвержденные данные. Спасибо, Дмитрий, до свидания. Спасибо. До свидания, всего доброго. Ага. Да. Ну, сейчас новости из Тбилиси, где в последние дни не утихают протесты, как бы, время международных новостей. Вчера парламент Грузии все-таки принял закон о прозрачности иностранного влияния, так он называется. Этот закон в Грузии называют российским, так как по своей сути он очень близок к закону об иноагентах в Российской Федерации. Позавчера в грузинском парламенте даже драка была между депутатами, сторонниками и противниками этого закона, но партия «Грузинская мечта», составляющая парламентское большинство, все же добилась своего, закон был принят, и это несмотря на массовые протесты населения, которые и шли и до сих пор идут в Грузии. Давайте посмотрим, как это все происходит. В апреле этого года свой закон об иноагентах был принят в соседнем Кыргызстане, где в последнее время наблюдаются явные проблемы со свободой слова. Очевидно, что все разговоры о финансовой прозрачности это лишь прикрытие для введения государственной цензуры. Да, но в Казахстане подобного закона нет, но существуют определенные предпосылки для его принятия. Вот уже год, мы об этом говорили в своих стримах, как комитет госдоходов Минфина ведет так называемый реестр лиц, получающих деньги от иностранных государств. И тогда вот мы рассказывали, что в список попали правозащитные организации, общественные фонды, популярные издания, ну и даже отдельные журналисты, наши коллеги. Для чего нужен такой реестр, копирующий вот эти кремлевские нарративы до конца так и непонятно. Объясняя его появление на свет, чиновники опять же говорили о стремлении к так называемой финансовой прозрачности. Ну а как эта борьба за так называемую финансовую прозрачность превращается в устранение политических конкурентов, мы можем отчетливо наблюдать на примере России. Вот. Ну и что, обязательно по традиции, да, у нас новости про Россию. Напоследок, новость, которая к нам пришла из Подмосковья, но в ней не будет Владимира Путина. Удивительно, но так. Новость какая? Наши коллеги из Арбат-Медиа передают, что в Подмосковье мужчина лишился части полового органа после того, как решил подразнить, или подразнить, как правильно, ну в общем, дразнил он бродячую собаку. Вот такая вот новость, не знаю, почему на нее обратили внимание коллеги из Арбат-Медиа, но и мы. Мораль отсюда какая? Не дразните бродячих собак, особенно если вы мужчина. Вот такие вот новости, какие ужасы происходят в России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова